Новое видео выходит каждый день в 20.00 Те люди, которые на протяжении длительного времени следят за вот этим вот моим каналом, могут знать, что я достаточно давно обещал сделать такой видеоролик, мол, почему в Sampi нельзя там продавать, передавать и... Не, ну понятно, почему в Sampi нельзя взламывать аккаунты. Однако предыдущие два пункта мне, как и, наверное, вам, если вы зашли на данный видеоролик, непонятно. И сегодня я постараюсь максимально как-то ответить на эти вопросы, на этот вопрос, хотя скорее я задам больше вопросов, чем дам на них ответов, потому что, наверное, такая философская... Философская, я не знаю, философский вопрос такой, да, философская точка зрения у каждого человека насчет всех вот этих вот вещей и так далее. Однако, ладно, однако это не имеет особого значения. Давайте перейдем поближе к сути вот всего этого. Смотрите, если вы прокачиваете свой аккаунт, типа, все вот это вот делаете, у вас есть уровень, у вас есть имущество и все прочее, то почему вы не можете передать свой аккаунт какому-то другому человеку по обоюдному согласию, там, всех сторон и владельца аккаунта, и как бы человек, который будет играть на этом аккаунте, мол, почему нельзя вот так вот передавать? И вообще, как определяется степень передачи аккаунта? Если я, допустим, играл за своим компьютером, там, да, в САМП, там, в казино, еще где-то вот я там все вот эти вот, знаете, прочие дела делал, потом дал поиграть за этим же самым компьютером в этой же самой игровой сессии, дал поиграть какому-то моему другу, считается ли, что я передал свой аккаунт? Ну вот просто вот так вот, если думать уже, если вот так вот углубляться, или передача аккаунта, это чисто с одного IP-адреса, с какой-то одной подсети на другую подсеть, вот как бы и так далее. Однако, ну вот как-то это вот все так и происходит. И мне непонятно, почему сервера все как один сделали такую политику, что даже там, начиная от маленьких, заканчивая большими, все сделали такую политику, мол, типа, знаете, вот эта вот вся хуйня, типа, блядь, передал аккаунт, все, пиздец, типа, там, я не знаю, продал аккаунт, все, пиздец, блядь, бан аккаунта, вся прочая хуйня и так далее. Но почему так происходит, мне что-то вообще непонятно. Ну вот сервер же по факту от того, что я продал там или как-то передал аккаунт, он же от этого ничего не потерял. Нет, наоборот, то есть сервера по факту ушел какой-то старый игрок и пришел какой-то новый просто, который играет на аккаунте другого человека. Что в этом плохого, что в этом не так и так далее. Если честно, то я до какой-то поры до времени думал, что аккаунты передавать можно. До того, как полетели вот там, знаете, такие активные баны, до того, как там у каких-нибудь Ричи и прочих людей стали выходить, типа, проверки на Рикданные и на все прочие штуки. Я вообще не понял, блядь, что происходит. Там, знаете, спрашивали, город регистрация аккаунта, а потом кого вводило, типа, в окно реферала, и так я думал, блядь, зачем все это нужно? Я хочу просто поиграть на аккаунте. Или человек, купивший аккаунт, хочет поиграть на аккаунте. Конечно же, если взлом, если настоящий владелец пишет, что его аккаунт взломали, тогда да, тогда нужно забанить. Тут, как бы, без вопросов. Но если владелец обоюдно, как бы, согласился продать свой аккаунт или согласился его передать, то почему его должны банить? Вот мне это конкретно непонятно. Почему так делается? Я знаю, что во многих, там, каких-нибудь гугловских сервисах, там, допустим, на Твиче, да, или вроде того, тоже запрещена передача своего аккаунта каким-то третьим лицам. И там это, вроде как, понятно, почему это делается. Потому что, как бы, ты вот на каком-то хостинге, ты как личность обосновываешься. То есть, потом приходит какой-то другой человек, то есть, и выдает тебя, получается, выдает себя за тебя. И тут понятно, почему, там, Твичи, Ютубы и все прочие штуки могут забанить. Тут-то понятно, тут-то, как бы, без вопросов. Тут вообще у всех ноль вопросов. Но в Сампе, блядь, в Сампе, когда ты просто зарегистрировал себе игрового персонажа и за него вот так вот играешь, за него прокачиваешься, и тебя вот просто вот так вот за какую-то малейшую, там, передачу, за продажу и так далее, тебя просто банят. Ну, почему, в чем проблема? Мне просто вот надоело играть в этот самый GTA Самп, я хочу продать свой аккаунт. Я не могу, я не могу так сделать, но почему, вот почему никто не отвечает на этот вопрос? То есть, я у кого не спрашивал, все-таки, либо не знают, как, там, ответить, типа, тоже такие ебать, да я, типа, тоже не знаю, почему так нельзя делать, либо там еще что-то такое подобное, блядь, говорят. Я просто, я не понимаю, если честно, в чем проблема вот этих вот людей. Ведь, то есть, это лишняя циферка онлайна, она лишней, ты никогда не будет. То есть, человек, ушедший с какого-то аккаунта и так далее, там, допустим, представьте, что это был какой-то жирный аккаунт с бизнесом, да, и так далее. То есть, человек перехотел играть, продал аккаунт там за несколько тысяч рублей к какому-то другому человеку, и теперь другой человек играет, оплачивает бизнес, как бы бизнес существует. А без этого человека он бы просто не существовал. Да, вполне возможно, что его бы купили какие-то другие люди, но возможно бы, что они поставили бы какие-нибудь там, я не знаю, огромнейшие цены, да, или вроде того, как, знаете, вот этот вот 24 на 7 на респе вот этой вот начальных первых левелов, там же пиздец, если... Левелов, я хотел сказать, там же пиздец, там же если поставить огромнейшие цены, игроки просто будут, блядь, охуевать. Тем более люди, которые в каком-нибудь 2019-2020 году только зашли вот в этот вот самый самп, они просто охуевать будут, блядь, пиздец. Чё такое? Почему всё так дорого, блядь? Чё тут с экономикой и так далее? Они просто, они, блядь, охуеют, они скажут, да не, в пизду, тут, видимо, какая-то сервер, знаете, донат машины и вся прочая вот эта вот хуйня. Не, мы, пожалуй, с этого ухуйдём, блядь. И то есть, чтобы такого не было, мне кажется, что передачу и продажу аккаунта можно легализовать. Да даже не так, просто передачу аккаунта можно легализовать. Как мне кажется, что в этом такого? Я никогда не понимал. Почему нельзя передать свой аккаунт? Типа, ну, в чём проблема? Я вот, я лично вот этого вот не понимаю. А с другой стороны, можно тоже как-то войти немного в положение людей, сказать, мол, а вот этот вот аккаунт на сервере знали многие люди, там, и все знали, допустим, вот этот вот аккаунт какой-нибудь там Петя Селёдкин, как, допустим, в Real Life там был какой-нибудь Вася Пупкин, там, и так далее. И вот всё из этого складывается, всё из этого вытекает. И типа, чуваки такие, привет, Вася, там, в ООЦ чат пишет, а он такой, а я не Вася, я уже Витя, как бы, я аккаунт купил. И чуваки такие, блин, как так? Ну, если только вот так вот как-то на это посмотреть, а по-другому, ну, это просто, это уже даже, ну, не обсуждается. Типа, ну, это абсурдно, блядь. И вы знаете, если там в Гугле, в Яндексе, неважно где, написать, мол, почему в Сампе нельзя передавать, там, или продавать, или там ещё что-то с аккаунтами делать, то ни одного ответа не будет. Просто, видимо, либо никто таким вопросом не задавался, либо просто люди не знают, что на это ответить, вот так же точно, как и я. Потому что я записал данный видеоролик просто с вопросами. Я по факту ни на что не ответил, я предположил, возможно, да, то, что может быть. Однако, даже вот эти мои предположения, которые я привёл в сторону того, что нужно банить людей, которые передают свои аккаунты, ну, это тоже какое-то, ну, согласитесь, что это, ну, невесомый повод банить человека, который, там, представьте, сороковой, там, накачал себе левел, или, там, я не знаю, шестьдесятый левел накачал, да, или вроде того. Вот, кстати, тоже интересный вопрос, какой максимальный левел, там, в GTA Sampi, но мне кажется, что это уже, знаете, такой вопрос для каких-нибудь ютуберов-долбоёбов, по типу, там, Хьюго Ромеро, там, я не знаю, Данте, вот, и всех прочих людей, я думаю, что нормальные, адекватные, образованные люди всем этим заниматься не будут, хотя, ну, я даже, вот, не знаю. И вот вследствие всего этого, что можно сказать? Ну, в целом-то сказать нельзя абсолютно точно ничего, то есть, потому что, ну, непонятно, абсолютно точно непонятно, то есть, плюсов в сторону того, что аккаунты передавать нельзя, как бы, и сам сервер правильно делает, ну, это какой-то один минимальный плюс, высосанный из пальца. А плюсы в сторону того, что за то, что передал аккаунты, банить не надо, как бы, их намного больше, в той или иной степени, как минимум то, что онлайн, тем самым, не будет понижаться, ведь если людей не будет банить за продан, там, передан и так далее, то онлайн не будет снижаться, блядь, из-за людей, которые просто захотели играть и либо передали свои аккаунты, либо они их, блядь, продали. И вот если так, знаете ли, планомерно ставить этот вопрос, начинать всё вот это вот, знаете ли, выяснять, выискивать там, да, вот эту вот всю истину, мол, почему нельзя передавать аккаунты, почему аккаунты твои, которые ты прокачал, нельзя продать, да, какому-то другому человеку, то, ну, по факту нельзя прийти ни к чему, наверное, нужно только спросить каких-то, там, я не знаю, владельцев серверов Самбо, там, каких-нибудь, да, то есть, на которых есть выходы, мол, а почему в Сампе нельзя передавать аккаунты и так далее, если у меня когда-то будет интервью с каким-нибудь основателем Самп-сервера или вроде того, то нужно будет об этом обязательно спросить, потому что, ну, я даже не знаю, типа, я абсолютно точно без понятия, мол, почему вот так всё происходит, мне это абсолютно непонятно, то есть, я вот реально, я как задался этим вопросом в году, это в 2015-2016, так и в нём как-то остался, так и никуда дальше не уходил из всего этого, поэтому, ну, как-то у меня всё получается именно так, однако, я, как уже говорил в нескольких, там, других видеороликах, я всегда могу ошибаться, я никогда, там, знаете ли, кроме Самп-обзоров, наверное, каких-то прочих таких серьёзных видеороликов, я никогда на стопроцентную правду и истину не говорю, поэтому прислушиваться или нет, это уже дело ваше, но лучше, конечно же, к этому всему не прислушиваться, если у вас изначально, конечно, не было такое мнение, однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, передавайте аккаунты, продавайте и надейтесь на то, что вас не забанят, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!